В день подведения итогов рыболовно-туристического форума своими секретами приехал поделиться Игорь Тяпкин. О том, как правильно ловить рыбу, инструктор Европейской ассоциации нахлыста рассказывал больше часа. По его словам, в этой технике нужна не только специальная удочка, но и большая теоретическая подготовка. С технической точки зрения нахлыст – самый сложный вид рыбной ловли. В спиннинге все-таки это достаточно резкие, быстрые движения, а у нас как раз все основано на плавности и мягкости. Это танец. Раз-два-три, 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 раз-два-три. С помощью специализированного удилища и шнура приманка мягко забрасывается, имитируя при этом попавшее в воду насекомое. Таким видом ловли рыбы Игорь Тяпкин увлекается более 20 лет. 12 из них профессионально. За это время он не ставил рекордов по количеству пойманной рыбы, но зато готов похвастаться своими учениками. За сезон он обучает нахлыста около 500 человек и тренирует спортсменов. На удочку я ловил, и спиннингом я, конечно, ловил, но когда появился нахлыст, все остальное... Я не могу сказать, чтобы это было принятием волевого решения. Нет, очень спокойно, все ушло потихонечку само. Просто нахлыст настолько интересен, настолько многогранен и настолько бесконечен. Секреты нахлыста от маэстро заинтересовали и поистине вдохновили на новые совершения всех любителей рыбалки. Здесь не было делений по возрасту и полу. Забросить удочку, так же, как и чемпион, пробовали дети, мужчины и женщины. Практически, зрительно, теоретически. Я, например, в восторге в таком. Во-первых, я не занималась никогда. У нас уже тут ребята есть такие, чем занимаются. А я спиннингист. А спиннинг, оказывается, нахлыстят разные вещи. Даже практически. Но я буду все равно... Я уже теперь... Мне это зажгло. Я буду заниматься, попытаюсь. Увидеться таким человеком, который воочию может рассказать, взять твою руку, то есть, как бы, что-то подсказать о своих ошибках, то есть, как бы, которые ты допускаешь. Хотя и занимаешься уже долго. Ну, как бы, полон эмоций. То есть, как бы, попробовал даже удилища других классов. За шесть дней рыболовно-туристического форума в Задонском форест-парке прошла целая череда мероприятий. Знаменитые рыболовы, чемпионы спортивной рыбалки всероссийского уровня давали мастер-классы по поплавочной, спиннинговой ловле и половле карпа. Очень случайно, можно сказать, попала и уже заинтересовалась, интересно стало. Хочется попробовать уже как-то и на воде. Хотя бы со стороны профессионал посмотрел, как я там что, как забрасываю, как нужно что делать. Мне подсказали, то, что смотрится на сайтах, где-то там в ютубе, это не то. Все воочию, когда тебе сразу говорят, что нужно сделать и поправляют тебя. Вот здесь вот самое это нужное. Довольно форумом остались не только рыбаки, но и любители спорта. В день подведения итогов они получили заслуженные награды. Большинство призеров – липчане. Свою спортивную подготовку они продемонстрировали в соревнованиях по пиндболу, дарцу и питанку. Наши спортсмены получили большой запал в мастерстве. В мастерстве по различным видам рыбалки. Уверены в том, что в будущих соревнованиях наши спортсмены будут более интересны в соперническом плане. Ну и вместе с тем мастер-классы, которые были проведены для любителей, также интересны, потому что больше семей, больше людей найдут отдых на водоемах, на природе. Будут привлечены к здоровому образу жизни. Рыболовно-туристический форум в Липецкой области в этом году провели впервые учиться рыбной ловле. В Задонск приехали не только липчане, но и гости из других регионов. В планах организаторов сделать форум традиционным. Он должен стать еще одной визитной карточкой региона. Юлия Нечаева, Анатолий Гончаров. Липецкое время. Задонский район.